Катунь 24 Чаще всего семьи получают социальную поддержку для поиска работы, организации личного подсобного хозяйства, профессиональное обучение, открытие индивидуального предпринимательства. Заключить социальный контракт необходимо в Управлении социальной защиты населения по месту жительства. Отмечу, всего в этом году на помощь малообеспеченным семьям было направлено больше 122 миллионов рублей. Строительство долгожданного газопровода до села Ребриха возобновили. Завершить строительство новой газовой магистрали планируется уже в следующем году. Подробности масштабного строительства узнаете далее. Ребриха – одно из крупных сел Алтайского края, но в 2020 году в райцентре до сих пор нет газа. Работы по запуску магистрали до села начались еще 4 года назад, но тогда из-за разногласий «Газпрома» с подрядной организацией провести голубое топливо так и не удалось. Инвестиционный проект компании стоимостью 2,5 миллиарда рублей мог, что называется, влететь в трубу. Но, к счастью, для жителей Ребрихинского района в этом году работы были возобновлены. Ждем. Хотелось бы, конечно, подключить газ и отапливаться самому. Очень большая проблема. Мы живем в 100 километрах от нашего краевого центра. Село наше большое, развивающееся, а газа нет. Как нам быть? Вот ждем. Вроде какие-то подвижки идут. 76-километровый газопровод проводится от села Шахи Павловского района. В самой же Ребрихе практически все готово к запуску голубого топлива. Построена новая газовая котельная, проведены трубы низкого давления. Сельчане устанавливают в своих домах газовое оборудование. В первый этап по Ребрихе у нас войдет газификация около 300 домовладений. И некоторые уже заботятся о том, какие котлы приобретать, как разработать проектную документацию. То есть мы с населением тоже постоянно эту тему обсуждаем, помогаем, их ориентируем. После запуска Ребрихинской магистрали начнется строительство межпоселковых газопроводов в семи населенных пунктах. Также запуск этой ветки даст старт, начало газификации и других районов края. Это объект очень важный с той точки зрения, что именно от Ребрихи будет строиться еще два магистральных газопровода. Один из них до Славгорода, второй до Рубцовска. Оба протяженностью там практически под 300 километров, там 280-270 километров. Поэтому без Ребрихи движения дальше по территории Ребриха просто невозможно. Поэтому такое внимание к этому объекту. Сейчас рабочие проводят изоляцию центральной магистрали, чтобы сварные швы газопровода прослужили как минимум 50 лет. Голубое топливо запустят в Ребрих уже в конце следующего года. Вадим Слюсарев, Алексей Михайлов. Новости. Молодежный форум «Алтай. Территория развития» впервые пройдет в режиме онлайн 12 и 13 сентября. Начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет будут участвовать во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Единственным направлением по предпринимательству будет площадка развития молодежного предпринимательства «Мой бизнес». Участники узнают, как настроить бизнес-процессы, определить новый вектор продаж в условиях пандемии, о трендовых направлениях масштабирования бизнеса, франчайзинге и электронной коммерции. Чтобы попасть на АТР, необходимо зарегистрироваться на сайте «Молодежь России» до 1 сентября. И на этом утренний выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего дня! Анастасия Борисова